Слирейт занимается предоставлением услуг дата-центра, коммерческих услуг дата-центра для компаний из любой индустрии. Наша особенность является то, что мы нейтральны, то есть это означает, что мы работаем с поставщиками телекоммуникационных и облачных услуг любыми. На данный момент у нас на площадке 44 телеком-оператора и 15 облачных провайдеров. Это позволяет нашим клиентам выбирать именно тех провайдеров, которые им больше всего нравятся. Это является хорошим преимуществом. Помимо этого у нас преимущество заключается в том, что мы построили и управляем очень качественной IT-инфраструктурой, надежной. За годы нашей работы у нас ни одной секунды простоя для клиентов не было. То есть высокий уровень надежности. У нас превосходный клиентский сервис. Мы очень клиентоориентированы и наше время реагирования на запросы клиента в среднем составляет 6 минут уже много лет. Мы мониторим этот показатель. Помимо этого в нашем дата-центре существует много различных клиентов, которые составляют экосистему, обмениваются трафиком через нашу точку обмена трафиком, что является для них дополнительным преимуществом. Почему, на наш взгляд, Accelerate является таким системообразующим игроком на рынке, один из стратегически важных игроков на рынке дата-центров? И какие планы по развитию? Системообразующим игроком является, наверное, в силу своего размера и в силу своей истории. Дело в том, что наш проект корнями уходит в Западную Европу. Наш основатели Гай Уэлнер и Клифф Гонтлетт, оба англичане, при своей цели в 2011 году ставили привнести сюда передовые стандарты строительства и управления дата-центрами. И то, и другое очень важно, потому что, как ты построил, это говорит о основополагающем качестве инфраструктуры, а то, как ты управляешь этой инфраструктурой, говорит о том, насколько она будет на самом деле живучая. Им удалось, я бы даже сказал, задать новый стандарт того, как надо строить и управлять дата-центрами. Поэтому, с точки зрения философии дата-центров, наш объект является системообразующим. А что касается размера, то на данный момент, по оценкам экспертов, площадок в стране несколько десятков, но только несколько из них более-менее крупные. И наша площадка, на которой почти 2000 стоек, уже является заметным игроком. А учитывая, что у нас в ближайших планах развития на этот год ввести в эксплуатацию еще 2000 стоек практически, это делает нас весьма заметным, и у нас рыночная доля будет превышать 10%. Что касается планов на будущее, то у нас есть пятилетний план развития. Он был рассмотрен и одобрен Советом директоров в декабре. Он предполагает инвестиции от 260 миллионов долларов в ближайшие пять лет в инфраструктуру. И мы рассчитываем, что к концу 2023 года у нас будет порядка 16 тысяч стоек под управлением. По нашим расчетам, которые мы сверялись как российскими, так и международными консультантами и экспертами, 16 тысяч стоек – это будет примерно 25% рынка. Понятно. Но это с учетом роста рынка самого по себе, да? Да. Рынок, по нашим прогнозам, увеличится с текущих 30 тысяч стоек примерно до 60. Окей. Значит, по инвестициям вы уже озвучили. Параметры ближайшие вашей точки в этой экспансии – Moscow Tool. Да. Ну, у нас на данный момент объект называется Moscow One. Это не случайно. Дело в том, что Гай Уилнер, который у нас является основателем компании, он построил в Европе 14 сотов – Франкфурт, Женева, Мюнхен, Париж, Лондон и Амстердам, и Дюссельдорф. И в каждом городе он называл дата-центр «Париж-1», «Лондон-1», «Лондон-2» и так далее. Я предполагаю, что это первое из учреждений. Да. И эту традицию он сохранил, придя с бизнесом в России. Так вот, мы начали с площадки текущей, которая названа Moscow One, Москва-1. И у нас недавно была приобретена площадка практически рядом с нашим объектом, которую мы назовем Moscow Tool. На этой площадке будет введено в эксплуатацию в этом году 1485 стоек, единым залом, планируемое время ввода – конец второго квартала, начало третьего квартала. И одновременно с этим уже началось проектирование более крупного объекта, в который вот эта Москва-2 войдет. Дело в том, что ряд территорий на этом объекте на данный момент непригоден для строительства и требуется определенной разрешительной документации и прочее. Так вот, мы рассчитываем разобраться со всеми этими вопросами к 2021 году, за два года. И в 2021 году дополнительно 2000 стоек ввести на объекте. Таким образом, наш объект Москва-1, Москва-1 и Москва-2 вместе составят порядка 5000 стоек. Помимо этого, мы сейчас рассматриваем сделку по слиянию поглощения с московским СОДом. Пока не могу назвать его имя, но там есть потенциал для того, чтобы 2000 стоек в итоге там построить. Вот, и управлять. И также мы рассматриваем региональную экспансию, в первую очередь Санкт-Петербург. У нас есть несколько наметок. Вот, я думаю, что в 2021 году мы увидим себя и в Санкт-Петербурге. Помимо этого, есть и более отдаленные планы. Над ними тоже нужно работать уже сейчас, потому что чем крупнее объект, тем раньше им нужно заниматься. Так вот, мы сейчас параллельно занимаемся всеми этими проектами, потому что если ты занимаешься только относительно небольшими планами развития, то ты можешь потом не успеть в конце, ну то есть не в конце, а там через какое-то время ввести дополнительные большие мощности. С другой стороны, если ты исключительно занимаешься вводом больших мощностей, то тебе нечего продавать в ближайшие пару лет, и ты можешь стать неактуальным как оператор от СОД за это время. Поэтому мы выбрали стратегию такими бриджевыми локациями двигаться, пока мы в 2022-2023 году не введем крупный объект, который мы планируем будет объемом 8-10 тысяч стоек. Такой план. Понятно. Ну, вообще, планы смелые по развитию. Каким вы видите развитие российского рынка СОД на ближайшие, как вы сказали, 5 лет? Какие ключевые драйверы? Да, ну, значит, как я сказал, мы ожидаем, что СОД, рынок СОД будет 60 тысяч стоек к 2023 году в России. Мы рассчитываем, что у нас будет 25% доли этого рынка. Что касается основных драйверов, ну, их много. Во-первых, СОД продолжает расти по всему миру. То есть, это одна из тех индустрий, которые активно развиваются. Потому что объем данных и объем интернет-трафика и объем хранения данных, все это растет. Соответственно, востребованы услуги СОД. В СОДах существенно повышается сейчас объем обработки данных на единицу, на стойку. Это, опять же, говорит о том, что интенсифицируется количество данных, объем и так далее. Вот, соответственно, помимо вот этого органического роста, так его назовем, есть очень интересная тенденция, конечно же, развития облачных услуг. И самый основной рост обеспечивается именно за счет них. Многие IT-директора, которым было некомфортно по какой-то причине ввести свои сервера в дата-центры, независимые, коммерческие, почему-то более комфортно себя ощущают, передавая свою инфраструктуру на аутсорсинг в облака. Соответственно, параллельно с галлокейшном очень хорошо и быстро, даже с опережающими темпами, растут облака. Облака, на самом деле, тоже должны размещаться в дата-центрах, поэтому это для дата-центров то же самое, по большому счету. Вот. Ну и плюс есть другие факторы, такие как законодательство, которое более строго требует размещения данных российских компаний и международных компаний, работающих в России, на российской территории. Вот. И есть еще один фактор, который заключается в том, что в 2014-2015-2016 году у нас была экономическая ситуация, когда люди воспринимали риски дополнительных инвестиций как высокие. И, соответственно, получился некий такой отложенный спрос, который проявился в 2017-2018 годах и будет проявляться еще пару лет, когда компаниям нужно догонять ту инвестиционную программу в IT, которую они временно отложили из-за вот этих вот рисков. Понятно. А о каких-то внешних факторах скажете? Китай, может быть, Запад, как Гай сегодня сказал, новый цифровой путь, да? Да. Шелковый цифровой путь – это некая такая концепция. Вот. Но, да, Россия находится в очень интересном географическом положении между Востоком и Западом, и многие группы на данный момент рассматривают развитие телекомной инфраструктуры через Россию, через Среднюю Азию или там в сторону Владивостока. Соответственно, и японцы, и арабы, и китайцы рассматривают, ну, Ближний Восток, рассматривают строительство дополнительных сетей по этим направлениям. И Москва в этом смысле является очень натуральным перевалочным пунктом, ну, Россия – перевалочным пунктом между Европой и Азией. Соответственно, многие серьезные группы, особенно на данный момент китайские, размещают свои мощности в России с прицелом не только на Россию, но и на Европу. Речь идет о Alibaba, Tencent, Huawei. Понятно. Но также есть и индийские компании, которые интересуются, японские компании, южнокорейские компании. Мы видим спрос из этих регионов. Тогда, наверное, последний вопрос о ваших ключевых клиентах. Вы говорили, что у вас примерно 70% выкроизорубежные игроки, да? Если мы говорим о изменении структуры клиентской базы, например, в пятилетней перспективе, учитывая, что российский рынок телеком, например, стагнирует, ну, по крайней мере, он не так сильно развивается, как это было в 2010-е годы, да? Да, конечно. Что-то можете сказать об изменении? Смотрите ли вы там на среднем бизнесе? Или это кто ваш кейкор такой? Да. Ну, смотри, то есть это все-таки рынок определяется спросом. Мы открыты любым видом клиентов. Я думаю, что с учетом того, что цифровая экономика набирает обороты, будет очень много интересных запросов от государственных структур, которые переходят на цифровые рельсы. То есть наша индустрия, наша отрасль, она будет без всякого сомнения подпитываться спросом не только международным, но и внутренним. Что касается конкретно нашей клиентской базы, у нас много иностранных клиентов действительно, потому что мы просто действительно хорошо умеем работать с иностранными клиентами, мы понимаем их нужды, мы понимаем, как с ними нужно работать. Однако у нас много и очень известных крупных российских бизнесов присутствует тоже, они тоже довольны нашей работой. Как изменится эта палитра, я не берусь предсказывать, но самое интересное с российской стороны будет происходить в части именно заказов, связанных с развитием цифровой экономики. Что касается международной части, здесь, думаю, что все с интересом наблюдают за теми действиями, которые будут делать в отношении российского рынка гиганты из Америки. Амазон, Гугл, Майкрософт и прочие компании этого уровня со своими облачными и прочими сервисами, конечно же, являются лидерами глобального рынка, и их приход в Россию, время этого прихода, объем, конечно, является большой интригой для всех для нас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова